Ещё один день, и ещё одна камера, которая собирается надрать задницу всем просвимерским зеркалкам. Без зеркалки пытаются убить зеркалки, и Fuji своей новинкой может забить ещё один гвоздь в их воображаемый гроб. Динь-дон, пойдём. Я так взволнован. У нас тут новый Fujifilm X-H1. Что же в ней нового? Ну, аккумулятор тот же. Мегапикселей столько же. Скорость серийной съёмки такая же, и она больше по размерам. Как у них вообще это вышло? Невероятно. Её сделали больше, и напичкали всё тем же. Ладно, я шучу. В камеру кое-что добавили. Что именно? Давайте выйдем под дождь и узнаем. Прекрасный день для фотографирования. Здесь у нас старый... Старый экран. Поворотный такой. Зато теперь он сенсорный. Но здесь также... Смотри. Не хочешь? Не хочешь взглянуть на мои снимки? Давай, Тим, глянь на них. Замечательно. Конечно, вообще-то должно быть так. Ну, ладно. Давайте поснимаем. Так, что же нового? Кроме замечательного сенсорного экрана, у нас тут такой же замечательный большой видоискатель на 3 миллиона 690 тысяч точек. Тут ничего нового. И хотя у этой камеры 24 мегапикселя, как и у модели X-T2, если трясти, она снимает лучше. Всё благодаря стабилизации изображения. В Fujifilm всегда говорили, что её невозможно сделать. Ну, то есть, фактически они лгали. 2018 год неплохо так начался, да? Fujifilm достигает невозможного. Canon больше не считает 4К мерзким ругательством. Боже, не могу поверить, что говорю это, но это Canon, который снимает 4К. Дальше что? Пентакс перестанут выпускать страшные камеры? Или Никон выпустит первую нормальную беззеркалку? Ладно, ладно, не будем заходить так далеко. В общем, в камере есть матричная стабилизация изображения с пятью стопами компенсации. Неплохо. Надо бы снимать. Очень симметрично, мне нравится. Кстати, вам... вам нравится моя борода? Расширим динамический диапазон. У снимков, сделанных на Fujifilm, всегда отличные цвета, уж поверьте. Я поставил диапазон 400%. Что тут у нас? Классик хром. О, да! Следующее обновление словно музыка для моих ушей. Погоди. Он... он такой тихий. Все равно вы ничего не услышите. Затвор вообще работает? У этой камеры новый затвор, но... Но какие-то звуки он все равно издает. Только послушайте. Или нет, даже не пытайтесь, все равно ничего не услышите. Просто офигительно. Эта камера будто специально создана для всяких извращенцев. Но это не извращенец, не подумайте. Обращаюсь ко всем. Я делаю неизвращенские снимки, никому не лезу под юбку. Эй, что там с экраном? Теперь сделаем небольшую реппу. В смысле на луже? Не знаю, что вы подумали. Здесь можно... можно менять фокус прямо на сенсорном экране. Да. Важно отметить, что за счет от непогоды у этой камеры гораздо более защищенной, чем у X-T2. И слава богу. Тим, прости, что заставляет себя мокнуть. Я тут тоже мокну. Ты не один переносишь эти невзгоды. Радует не только качество изображений, но и дизайн самой камеры. X-H1 замечательно ложится в руки. Даже хорошо, что она такая объемная. Ей не нужно судорожно сжимать. Она приятная на ощупь, как бургер странной формы из магниевого сплава. Ммм. И как же круто, что эту модель удобнее держать. Сразу чувствуешь, будто у тебя в руках настоящая профессиональная камера. Впрочем, так и есть. Ой. Извиняюсь. Боже, какое потрясное отражение. Что еще тут есть? Блютус? Ну надо же, супер. Не белый зуб. А зуб как у аватара. Черт, как же мокро. Так бывает, когда идет дождь. Пойдем. Пойдем в тень. Нет, в укрытие, не в тень. Сейчас же нет солнца. Знаете, что мне нравится в камерах X-серии? Настройки диафрагмы, выдержку и светочувствительность можно регулировать с помощью колесиков сверху. Куда добавили еще и это чудо техники. А вот это... Это действительно круто. Не знаю, как правильно писать этот экран, он похож на негатив. Он как будто на электронных чернилах. Вроде так их называют. Электронная бумага. Если я фигню сказал, то вырежем и на экране напишем. Как будто на читалке. Да, прямо-прямо как читалка. Тут в камеру встроена электронная книга. Можно и почитать заодно. Только книга какая-то скучная. Ручная выдержка 5,6. Для проверки настроек очень-очень удобно. Очень похоже на экраны на верхней части огромных GFX камер. Их, конечно, трудно превзойти в плане читаемости текста. Да, еще кое-что. В плане снимков... Ничего не изменилось. Но вот для видеосъемки... Добавили кое-что новое. Теперь понятно, для чего нужен верхний дисплей. Информация о настройках очень помогает при съемке видео. Эта камера снимает 4К и DCI. Может снимать 23,98 кадра в секунду в 24... 200 мегабит секунду. К тому же, здесь новый эффект имитации пленки. Плоской пленки. Здесь есть режим Flock. Встроенный Flock, в отличие от X-T2, для которого нужно было дополнительное оборудование. Ну вот, режим Flock включен. Он включен. Давайте выключим его, и я покажу вам хрома. Хрома? Нет, не хрома. Этерна. Этерна — это новый режим имитации пленки. Выглядит более плоско. Наверное, FT не будет более детализированным. А, выдержка. Можно настраивать прямо колесиком. Как в олдскольных камерах. Тут есть 1,6 секунды, 1,3 секунды. Если вы хотите снимать в режиме 24 кадра или 23,98, можно выбрать 1,48 секунды, чтобы угол затвора был ровно 180 градусов. И еще кое-что. Знаете что? На экране не указано, чтобы узнать, в DCI или UHD вы снимаете, нужно зайти в меню и только там посмотреть режим съемки. 17,9 или 16,9. Давайте протестируем непрерывный автофокус. По точкам автофокуса все так же, как и в X-C2. Но съемка при плохом освещении стала значительно лучше. Реагирует при минус 1 ЭВ. И сюда добавили распознавание лица и глаз. Автофокус по лицу. Мне нравится. Неплохо, да? Только вот когда стоит автоматическое управление чувствительностью, переход не такой гладкий. Скорее ступенчатый. Посмотрите. Но автофокус хорош. Панасоник, возьми на заметку. Пора признать, что видеосъемка в Fujifilm получается что надо. Запись выходит действительно качественная. Внушительный динамический диапазон, замести детали в светах и тенях. При стандартных настройках цвет как будто затуманен. Но если немного покрутить цвет и насыщенность, то картинка выглядит вот так. Выглядит неплохо. Только посмотри тайм-код. Настоящий подарок для фаната видеосъемки. Но видео все же не 10-битное, как в Panasonic GH5. Fujifilm могла пуститься во все тяжкие и сделать 10 бит, но в итоге оставила 8. Знаешь, я проголодался, а ты тем? Пойдемте едим что-нибудь. Зря мы говорили о бургерах. Но во время еды я кое-что заметил. Кроме того, что еда быстро остыла. Мое восхищение непрерывным автофокусом тоже начало остывать. Медленновато. Да, плохо фокусируется. Местами фокус не срабатывал там, где должен работать как часы. И лицо тоже не распознавалось. Такое чувство, что фокус просто устал и взял перерыв на обед. Без понятия, почему это происходит. Может темновато, низкий контраст, не знаю. Порой автофокус очень хорош. Когда он срабатывает, все, супер. Но когда нет... А знаете, наверное, ему просто не нравится лицо Тима. Кстати, вот здесь я не тестирую Rolling Shutter, а просто мотаю камерой от безысходности. Очень грустно. Panasonic, вот это на заметку лучше не брать. Но, по крайней мере, камера отлично подходит для фотосъемки. У этой камеры просто крышесносный режим серийной съемки. Сейчас покажу. Включу только. Входим в режим Берсерка. Берсерк. Какой-то тихий Берсерк. А это механический затвор. Можно... Можно убрать разные затворы. Тип затвора. Механический затвор. Электронный затвор. Затвор с электронным передом. Кажется, я ляпнул что-то не то. Что за электронный перед? Затвор с электронной передней шторкой. Электронный. Это совсем другое. С электронным затвором можно снимать до 14 кадров в секунду. Если вам вдруг захочется увеличить скорость механического затвора, придется покупать батарейную ручку. Но затем давайте попробуем заряженный режим. Нужно делать все заряжено. Заряжено! Да. Такую камеру, с которой при непрерывной съемке механическим затвором получается 11 кадров в секунду. 11, а не 8. И добавьте сюда 325 точек усовершенствованного автофокуса, и выходит вполне себе экшн-камера. Есть только один способ это доказать. Погнали! Супер-быстрый у нас сегодня Alphi Green. Сейчас он не особо подвижный, но конечность у него гибкая. Зацените. Он паркурщик. Это значит, что он паркурит и прыгает на опасной высоте. Смотрите вниз, как высоко. У меня от одного только вида бубенцы в обратную сторону сжимаются. Сейчас затестим следящий автофокус, посмотрим, будет ли изображение оставаться в фокусе. Скажу вам честно, фокус — говно. В хорошем смысле. Фокус буквально прилипает к предмету съемки, как какашка к ободку унитаза. Или как суперклей. Мне всегда нравилась фокусировка у модели X-T2. И X-H1 тоже не разочаровала. Все очень быстро и точно. Поразительная камера. Правда, стоит пристыдить производителей за то, что при видеосъемке эти быстрота и точность теряются. Но есть и положительные моменты. Благодаря матричной стабилизации изображения, кадры, снятые с рук, получаются более стабильными. Да, в камеру встроена 5-севая стабилизация. Совсем неплохо. Сглаживает вибрации. Но, конечно, при экшн-съемке все равно придется использовать дополнительный стабилизатор. Стабилизация помогает при статичной съемке с рук, но, разумеется, она бессильна перед съемкой на бегу, как и в любой другой камере. Видео в ней мне очень нравится. Она снимает в Full HD, 100 или 120 кадров в секунду. Есть альясинг, но, знаете, мне нравятся конечные файлы в лог-режиме. Эта камера идеально подходит для съемки видео. Хотя, нет. Почти идеально. В ней нет дебры, нет вайформ, что затрудняет настройку экспозиции для съемки видео. Это меня разочаровало. Как и к другим камерам Fujifilm, к X-H1 нужно привыкнуть, и у нее есть пара явных недостатков, как и у других камер этой серии. Вот почему в начале обзора на экране ничего не отображалось. Вот оно что. Посмотрите, там на сенсор попала крохотная капля воды. Я не вижу. Всего... Всего лишь одна маленькая капля воды, и экран не хочет включаться. Такая чувствительная. Так ведь не должно быть. Она как девственница. Поставим больше выдержку. Одну пятнадцатую. На X-H1 стоит потратиться хотя бы ради матричной стабилизации изображения, хоть выйдет и дороже X-T2, где такой функции нет. Она чертовски помогает при съемке не только фото, но и видео. То, что видео не 10-битное, особо ни на что не влияет, и мне практически не все равно, что здесь отсутствует 4K60. Важно то, что иногда не срабатывает непрерывный автофокус, и некоторые функции работают совсем плохо. Тихое управление при съемке видео. Включено. Вместо дисков на верхней части камеры, настройки можно менять вот в этом меню. То есть, чтобы не нажимать на кнопки и не издавать посторонние звуки, можно воспользоваться сенсорным экраном. Правда, пока настроишь выдержку, можно умереть от старости. Смотрите, все так медленно. Реагирует не очень. Тихий режим действительно тихий, но с ним нужно повозиться. Но это можно простить, так как видео выходит отличное, даже несмотря на кроп, кратный 1.1.7 сверх кропа APS-C. Даже если просто подвигать ползунки без лотов, выглядит отлично, как и кадры. Этой камере вы простите парочку ее недостатков. Но это не все. За камеру и батарейную ручку придется выложить сумму в районе Sony A7 III. Поэтому придется решать, остаться верным матрице APS-C или выбрать полнокадровую камеру. Одна тушка X-H1 стоит 1900 долларов, а тушка Sony A7 III обойдется в 2000 долларов. Если покупать камере Fujifilm еще и батарейную ручку за 330 долларов, то выходит дороже, чем у Sony. Fujifilm пытается нагнать своих конкурентов, улучшив видеовозможности и добавив маточную стабилизацию изображения. Но хватит ли этого, чтобы все перестали мечтать о полнокадровой камере и купили X-H1? Перевод Мария Алиханова укладывал текст Андрея Музычкина. Самое-самое Стас Маев и Анастасия Эвер. Jadamind Tricks Макс Мирончик. Sly Lama 2018. Дальше что? Pentax перестанут выпускать страшные камеры? Или Nikon выпустит первую нормальную зеркалку? Продолжение следует... Продолжение следует...